Как правильно загонять организм в стресс, чтобы ускорить метаболизм? Загоняя организм в стресс перед началом процесса похудения, можно стимулировать его адаптацию к изменениям и ускорить метаболизм. Однако важно помнить, что стресс не должен быть чрезмерным или вредным для здоровья. Давайте рассмотрим несколько методов, которые помогут достичь положительного стресса в организме перед похудением. Постепенное уменьшение калорий. Снижайте калорийный прием постепенно, позволяя организму привыкнуть к новому режиму. Это предотвратит резкий стресс и уменьшит риск негативных эффектов. Физическая активность. Увеличивайте интенсивность тренировок. Высокоинтенсивные тренировки способствуют ускорению обмена веществ и сжиганию калорий. Интервальное голодание. Практика периодического голодания может создать стрессовую ситуацию, мобилизуя резервы энергии и способствуя снижению веса. Регулярные тренировки силового тренинга. Укрепляйте мышцы, таким образом активируя обмен веществ. Это поможет вам сжигать больше калорий даже в покое. Варьирование рациона. Изменяйте свой рацион, включая разнообразные продукты питания и изменяя соотношение белков, жиров и углеводов. Это поддержит баланс и создает разнообразие питательных веществ. Регулярный сон. Соблюдайте режим сна, так как недостаток сна может вызывать стресс и замедлять процесс похудения. Психологическая готовность. Подготовьте себя к изменениям. Стресс может возникнуть из-за психологического давления, поэтому важно быть готовым к переменам. Важно помнить, что загонять организм в стресс нужно суммам и под контролем специалиста. Каждый организм индивидуален, и подход к созданию ситуации стресса должен быть сбалансированным, безопасным для здоровья. Если вес очень большой и не все советы могут работать, необходимо обязательно проконсультироваться с диетологом. Если вы уже пытались самостоятельно похудеть и у вас ничего не получилось, предлагаем рассмотреть хирургический метод лечения ожирения. Вы можете уже сейчас записаться на бесплатную консультацию и задать все интересующие вас вопросы. Не оставайтесь один на один с проблемой, ищите пути решения, а мы вам в этом поможем. Контакты есть в описании профиля и под видео.